Итак, приветствую вас, друзья! С вами Гастролер. Возможно, многие или кто-то из вас скажет, что этот урок уже запоздавший, что ивент уже подошел к концу, заканчивается. Но мне на самом деле очень много пишут. Последние несколько дней люди просят все-таки показать именно саму технологию фарма, для того, чтобы понимать, как правильно фармить, как делать это таким образом, чтобы не получать урона, чтобы каждый раз из боя выходить со 100% жизни. Как это сделать? Потому что одно дело наблюдать за тем, как это делает кто-то другой, и совсем другое дело, если я попытаюсь вам сейчас, сегодня, вот все на пальцах, так сказать, рассказать каждый шаг, что нажать, как лететь, куда стрейфить, в какую сторону поворачивать. Ну вот постараюсь сделать это. Делается видео для тех игроков, которые, ну только-только достигли вот этого определенного порога, вот этого уровня, которые смогли фармить уже в сек, начиная там от 50-го плюс, то есть это там 55, 53, 60, 63, 65 флотов. Я все-таки считаю, что в Киксай особо ничего меняться не будет, поэтому, скорее всего, следующий ивент будет чем-то похож на вот этот, точно так же, как был похож на предыдущий. Как вы видите, тенденция у Киксаев именно на это намекает. И даже, в принципе, если что-то будет отличаться, то навряд ли кардинально. Итак, я предлагаю залетать снизу. Ну, по крайней мере, мне так удобнее всего это делать. Вы, в принципе, можете залетать с любого бока, там или сверху, если это удобнее вам. Ну, мне лично удобнее делать это снизу. Значит, залетели после того, как снизу, мы разделяем наш флот на две половинки. То есть, ну, понятно, да, верхняя половинка, там, где у нас линкоры, мы разворачиваемся и летим влево. Важно, что вы должны вот именно вот в эту точку, так скажем, нажать. Вот видите, да, примерно вот в это место. То есть, ни выше, ни ниже, ни дальше, тем более. И желательно не ближе. Вот считайте вот в это место. Вы должны нажать, ну, не знаю тут сколько там, прикинуть. Вот если у вас будут стоять тоже вот ракетометы, как у меня векторы, то по крайнее поле дальнего линкора, скажем так, да. Вот нажимаем, разворачиваем их сюда. А авианосец просто отжимаем и опускаем его вниз, ну, строго вниз. После этого выстраиваем наш флот. Пытайтесь выстроить его таким образом, чтобы корабли не слишком плотно были друг другу. То есть, чтобы они друг другу не мешали, чтобы они друг друга не толкали. Пока выстраиваем корабли, соответственно, выбираем им определенные команды. Ну, я линкоры называю единицей, авианосец двойкой. Ну, вы там можете любые другие, конечно, себе цифры выбрать. Вот, в принципе, после того, как вы выстроились, у вас будет достаточно времени для того, чтобы отлететь и развернуться. Нам нужно будет развернуться на 180 градусов. В принципе, не кипишуйте здесь, все нормально, вы успеете это сделать. Корабли вас не успеют догнать. То есть, даже вот в моем случае успеем несколько раз выстрелить и, в принципе, начинаем разворот. Разворот не нужно делать постепенно. Вот нужно его делать, так скажем, резко. Раз, вот так и развернули сразу. И тут же включаем стрейф. После того, как включили стрейф, уже здесь ничего не делаем. Только контролируем вот этот сам процесс, чтобы у нас корабли не останавливались. То есть, авианосцу вы должны давать постоянное ускорение, а линкорам постоянный стрейф. Старайтесь это делать вот таким вот образом, чтобы у вас совпадали стрейфовые, вот эти, назовем их так, лучи, да, совпадали с вот этими крайними полями. Таким образом, вы будете достигать максимального стрейфа вот в этом положении. То есть, здесь будет идти максимальная скорость, при которой вообще, в принципе, можно стрейфить. Так, идем дальше. Ну, здесь, как я говорил уже, ничего особо делать не нужно. Ничего не нажимайте. Корабли будут делать все сами, без вас. Куда там полетят истребители, никуда их направлять не надо. Куда стреляют линкоры, тоже ничего не надо направлять. После того, как расстреляли первую группу кораблей, начинаем расстреливать вторую группу кораблей. Слишком близко не подлетайте к ним, потому что, если вы слишком близко подлетите, то вот эти вот крейсера разлетятся в разные стороны. Один будет преследовать вас сзади, а второй будет нападать сбоку. Поэтому, слишком близко подлетать не стоит. Потом, в принципе, остается самое простое. Тут технический момент. Тут главное не попасться под обстрелы непримиримых, которые нас преследуют, непримиримых из «Железной звезды». Ну, в принципе, можно тут немножечко помогать нашими линкорами. Я рекомендую это делать, особенно если это 60+, потому что у авианосца, в принципе, может не хватить мощности, да, чтобы их уничтожить. Но, с другой стороны, если вы будете фармить 60+, то есть 63-65, то вам нужен будет авианосец хотя бы МК-5. Вот. Ну и, соответственно, все вот эти корабли хотя бы МК-4 у вас должны быть. То есть, все остальные линкоры. МК-5 лучше всего, конечно, потому что МК-5 авианосец будет давать дополнительный баф и, соответственно, вы сможете быстрее справляться с вражеским флотом. Я в своем случае взял специально авианосец просто МК, ну, для того, чтобы вам демонстрировать максимально, так скажем, минимально возможный флот. Вот. Поэтому я подобрал корабли. Как видите, разные корабли у меня. Ну, чтобы они были... То есть, это самые маленькие, которые у меня, в принципе, есть. После того, как уничтожили мы с вами преследующие нас линкоры, начинаем уничтожать авианосец Фрею, который нас преследует. В принципе, используйте весь свой флот, не бойтесь. Здесь главное не залететь в поле действия его истребителей, поэтому периодически на него наводите мышкой, ну и проверяйте, чтобы вы туда не попадали. Видите, достаточно тут стрейфа. Ну, в общем, работаем так. Разворот стрейф, разворот стрейф. Ну, и, соответственно, нашим линкорам тоже помогаем, уничтожаем. Получаем за этот бой 55 тысяч интелла. Вот. Ну, в принципе, как бы здесь интересно, да? Не хватает там буквально несколько тысяч для того, чтобы... Чтобы сразу на нашу базу мог напасть вражеский флот. Вот. Не знаю, с чем это связано. Ну, такая подстава небольшая от кексов. Вот. Они любят нас в таких вещах подставлять. Ну, в принципе, не столь важно. Вот. Вот, в принципе, вот такой вот флотик. Так, сейчас давайте полетим на базу. Ну, и на базе уже посмотрим более конкретно, да? Что там за корабли. Так, вот, значит, корабли вот такие у меня стоят. Как я говорю, разные, да? Я, смотрите, значит, использую в данном вообще конкретном случае вот этот обратный треугольник. Как бы, ну, это в том случае, конечно, если он у вас есть. Если он у вас открыт, его можно купить, кстати, на черном рынке. Там за монетки, а можно и за кровавый янтарь. Заработать янтаря и тоже купить. Вот. Если у вас его нет, то, в принципе, используйте коробку. Она тоже подходит. Немножечко там сложнее будет выстроиться. Ну, несколько раз потренируйтесь и сможете это, в принципе, достаточно легко делать. Итак, вот, самая главная особенность вообще вот этого всего флота, вот этого всего, что у нас происходит. Значит, ну, Рагнарог, да, понятно. Здесь у нас должны бомберы стоять. Желательно все четыре штуки третьего уровня. Желательно, чтобы он был у вас уже там МК-3, 4, лучше всего 5. Ну, как я говорил, я специально поставил первый уровень для того, чтобы вам продемонстрировать возможности его. Значит, дальше. В первом ряду у нас должны стоять два корабля, которые оснащены у нас ракетным оружием. Как я говорил уже в прошлый раз, у Кексай пошла тенденция на то, чтобы нам представлять вот именно вот эти вот флоты, оснащенные ракетным оружием. То есть сейчас они пошли ракетное оружие продвигать. Раньше это было энергетическое оружие, теперь они больше упор сделали на ракетное. Поэтому вот оснащаем таким вот образом. Здесь из обязательных вещей, что следует заметить. У вас должен стоять плазменный двигатель третьего уровня, без него никуда. У вас должны быть, как вы видите, стоять вот торпедомет «Вектор». Я поставил третьего уровня. И торпедомет «ДНТ». Тоже это для того, чтобы останавливать нападающие флота. Здесь я оснастил еще этот корабль, как видите, летучим топливом. Нужно ставить хотя бы первого уровня. Вот как я всегда и говорил, что очень сложно объективно судить о тех или иных спецсредствах, о том или ином оружии. Поэтому в прошлый ивент я недооценил летучее топливо. Я его там немножечко обгадил, скажем так. Ну, извиняюсь, ребят, если там кому я сделал такую заподлянку в этом плане. Ну, опять же говорю, для того, чтобы объективно оценивать что-то, нужно это брать и пробовать на примере. Вот как с торпедометом «Бримстоун», я думаю, что многие из вас в нем разочаровались. Хотя я его хвалил, да, вот в обзоре по вот этим призам. Ну, опять же, еще раз повторюсь, что пока не возьмешь и конкретно не попробуешь, очень сложно, значит, правильно, объективно оценить тот или иной предмет. Вот поэтому, ну, вот в данном конкретном случае, теперь когда у нас больше упор идет на вот эти вот ракетные вооружения, то, конечно, летучее топливо – это самое имбовое спецсредство на сегодняшний день. И оно вне конкуренции, скажем так, да. Как вы видите, во втором слоте я поставил линкор «Фьюри». Он оснащен точно так же, как и предыдущий «Зиал» или «Зил», да. Ну, вот тоже здесь ракетомет «Вектор» второго уровня. Торпедомет «Вектор» точнее. Здесь, опять же, плазменный двигатель третьего уровня. Опять же, летучее топливо первого уровня. Ну, и торпедомет «ДНТ» первого уровня, потому что второго просто не влезло. Вот, если у вас есть вот эти корабли, то четыре штуки можно их запросто использовать. Я думаю, они очень легко расправятся с «Всеком» 60 и даже, скорее всего, 60+. Вот, как бы так. В остальные ряды, как видите, я поставил «Дреды». Опять же, поставил «Дреды» по той простой причине, что они уже давным-давно есть. То есть, это «Дреды» из старых, так скажем, запасов, из старых сборок. Как видите, здесь еще стоят «Эхо-пушки». Здесь еще у меня стоит «Арестер». Здесь стоит, ну, опять же, плазменный двигатель третьего уровня. Без него никуда. Здесь стоит «Оптика» пятая. Ну, еще те старые спектральные щиты пятого уровня. Вот, я как бы не планирую эти корабли перестраивать. Думаю, что, в принципе, они, наверное, еще в будущем, ну, может быть, когда-то пригодятся. Поэтому, мне кажется, сейчас проще построить новые, те же «Зилы», там, или те же «Фьюри». Или еще лучше, если вы открыли «Хеллфайр», то строите «Хеллфайры» и пользуйтесь ими на ракетном вооружении. Вот, в принципе, такой вот небольшой гайдик. Надеюсь, смог некоторые моменты по фарму прояснить для тех людей, у которых возникал ступор в этом плане, которые не знали, что делать и куда деваться, как там рулить, подруливать. Вот, надеюсь, смог вам помочь. Да, вот еще одна интересная особенность, за которую забыл упомянуть. Значит, возможно, у меня паранойя, конечно. Возможно, мне просто кажется. Но вот второй ивент подряд я занимаюсь фармом, включая английский язык. То есть, полностью включая, переключая все на английский. И мне почему-то кажется, что, когда это происходит, то фарм становится немножечко проще, что ли, скажем так. Вот, как-то, не знаю я. Ну, возможно, это всего лишь паранойя, но мне так показалось. Я специально не говорил это в прошлый раз. Вот, говорю это сегодня, потому что испытываю уже второй ивент подряд и уже, получается, по несколько дней. Ну, вот, в принципе, и все. Надеюсь, видео вам понравится. Не забывайте ставить ваши пальцы вверх. Пишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте смело, не стесняйтесь. Всем удачи, пока-пока и больших свершений в Вега Конфликт.